МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожароопасный период в разгаре. Соблюдение правил безопасности и осторожное обращение с огнем спасут от происшествий, напомнили огнеборцы. Беззаботное детство, спортивные игры, интеллектуальные конкурсы и музыкальные вечера. Как проходят летние каникулы за городом, увидели наши корреспонденты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава государства принял посла ОАЭ в Казахстане. Президент Касамж Мартукаев выразил благодарность за активное участие представительной делегации Объединенных Арабских Эмиратов в работе саммита ШОС в Астане. Как отметил глава государства, Казахстан уделяет особое внимание о развитии многопланового сотрудничества с ОАЭ. Обсужден ход реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей в торгово-экономической и инвестиционной сферах. Была отмечена необходимость продолжения работы в рамках совместной декларации о стратегическо-инвестиционных проектах между Казахстаном и ОАЭ. Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в энергетической и транспортно-логистической отраслях, а также в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта. Решение о снижении базовой ставки до 14,25% основано на позиции продолжить политику поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Об этом сегодня сообщили в Национальном банке. Такая политика необходима для закрепления тренда на замедление роста цены и достижения цели по инфляции в 5%. По его словам, риск-факторы требуют от Нацбанка осмотрительного подхода в принятии решений. По расчетам Нацбанка инфляция продолжит постепенно замедляться. Как подчеркнул Тимур Сулейменов, был эффект достаточно высокой базы, но сейчас резких снижений и показателей инфляции не ожидается. Отчасти по этой причине в Нацбанке приняли решение не опускать базовую ставку больше, чем на 25%. В областном филиале партии «Аманат» состоялось очередное заседание Совета по противодействию коррупции. Участники встречи обсуждают актуальные темы в социально значимых отраслях региона. К примеру, в сфере здравоохранения особое внимание уделили вопросам нехватки специалистов. Подробности в нашем материале. Сегодня в областном филиале партии «Аманат» прошло очередное заседание, участие в котором приняли депутаты, общественники, а также представители государственных органов. На повестке дня проблемы, что сегодня назрели в сфере здравоохранения. У членов комиссии ряд вопросов, с которыми, как правило, чаще всего обращаются граждане. Есть сейчас программа скрининга. Есть солидарная ответственность каждого человека за собственное здоровье. Просто так, как раньше заболел, пришел и сделайте мне срочно, это уже не работает. Есть определенные возрастные скрининги, когда человек должен и обязан приходить. Поликлиники за ним бегают, люди не посещают. Но когда что-то происходит, пациент приходит и давайте мне сделайте здесь и сейчас. Соответственно, есть определенная очередность. Если пациент экстренный, он обращается в приемное отделение дежурного ургетного стационара. Если пациент плановый, он в порядке очереди записывается на свободное число. Вопрос касательно дооснащения и кадрового обеспечения, это уже другой немножко в плоскости. То есть при в целом дефиците кадров в области купить аппарат несложно, но сложнее посадить человека, который будет делать качественно ту или иную процедуру. В Кустынайской области действует 452 медицинских объекта, 418 из которых оказывают первичную медико-санитарную помощь. Один из лободневных на сегодняшний день вопросов – нехватка кадров. Дефицит врачей и среднего медицинского персонала особенно чувствуется в районах. Узкого специалиста не хватает на нашу область. Очередь записаться к ней, попасть в частную клинику, в которой она ведет прием, невозможно. Это вообще нереально, потому что кровотечение – она экстренная ситуация и решаться должна на месте сразу же, а не передаваться на какие-то часы, на завтрашний день или на 2-3 часа. Есть различные пути решения, которые мы сейчас прорабатываем. Это как обеспечение социального пакета улучшения, хотя он на сегодняшний день является одним из лучших по республике в целом, но при всем при этом кадровый дефицит не восполнен. Второй момент – это создание здесь на базе многопрофильного университета либо медицинского факультета, либо филиала медицинского вуза. Но в данной проработке вопросы нуждаются в длительной проработке и требуют времени. Затронули и тему качества оказанных медицинских услуг за текущие пять месяцев зарегистрировано более тысячи обращений, каждый из которых на особом контроле, отметили спикеры. Кроме того, специалисты напоминают о том, что каждый пациент вправе обратиться в колд-центр и заявить о возможном нарушении или оставить претензии. Айнура Муканова, Диар Ахмедчин, телеканал Кустанай. В Актюбинской и Кустанайской областях увеличат площадь обработки против саранчи. На сегодняшний день из-за планированных к химической обработке 2,5 миллиона гектар территории защитные мероприятия завершены на 2,3 миллиона гектар. В Актюбинской и Кустанайской областях от прогнозируемого объема обработано 81% и 87% территории соответственно. Однако ситуация в этих регионах остается сложной. Об этом на очередном заседании оперативного штаба по вопросам проведения защитных мероприятий против саранчевых вредителей и карантинных объектов заявил председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Дархан Абдикаримов. Затянувшиеся проливные дожди и сильные ветра не позволили своевременно и в оптимальные сроки провести химические обработки. Поэтому есть вероятность увеличения площади обработок. Планируем мобилизовать на местах дополнительную технику. Необходимый объем препаратов имеется, доложил Дархан Абдикаримов. Питьевая вода в домах сельчан. Накануне новый водопровод запустили в Узункольском районе. Теперь долгожданная благоцивилизация стала доступна для жителей села Пресногорьковка. С ходом проделанной работы ознакомился Аким района Марат Журкабаев. Какая работа будет проделана в ближайшее время для улучшения качества жизни сельчан узнавала Айнура Муканова. Чистую питьевую воду в селе Пресногорьковка ждали много лет. До этого одни сельчане набирали ее из ближайшего колодца, другие – из скважин. Дни, когда приходилось ходить с ведрами, теперь в прошлом. В селе запустили долгожданный водопровод. Хозяйка этого дома с гордостью демонстрирует – воду уже подключили. Правда, пока она техническая. В скором времени, обещают местные власти, в селе появится и питьевая. Буквально за месяц нам провели в погреб шланг. Шланг нам сначала провели в погреб. А буквально вот на днях приехали, сделали нам уже, провели счетчик, сделали воду, вот тут провели сюда. Уже все, красота. Одна из приоритетных задач – обеспечить водой все население Узенкольского района. Работа здесь выполнена практически на 100%. Строительство водопровода длилось два года. Завершили его в обещанные сроки. Самый актуальный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время в районе – это водоснабжение сельских населенных пунктов и строительство дорог. Здесь, в селе Пресногорьковка, мы уже реализовали проект по водоснабжению. Теперь в планах провести водопровод в селе Яршовка. Также мы поставили задачу отремонтировать дороги по всему району. Строительство нового водопровода обошлось в более чем 600 миллионов тенге. В ближайшее время в Узенкольском районе займутся вопросами освещения и ремонтом дорог. Наряду с этим проводятся ремонтные работы по освещению населенных пунктов и ремонту дорог. Исполнить решение суда точно и в срок. Деятельность судебных исполнителей регламентируется законом и находится под четким контролем. Сегодня в области действует порядка сотни представителей данной сферы. Только за первое полугодие в регионе зарегистрировано более 250 тысяч исполнительных производств. Об исполнении решений суда рассказали на брифинге. Проект по поддержке работы частных судебных исполнителей в Казахстане действует уже более девяти лет. При этом роль государственных судебных приставов постепенно уменьшается. Работу специалистов этой сферы в области курирует межрайонный территориальный отдел судебных исполнителей. Они наблюдают за законностью и своевременностью работы частных судебных приставов. По итогам полугодия в 2024 году показатели судебных исполнителей в области выглядят следующим образом. Доля исполнительных документов, исполненных в полном объеме от общей коллекции, оконченный исполнительный производств 72,2%. Доля оконченной исполнительных документов от общего количества, находясь на исполнении, исполнительных производств 26,6%. Всего по Коснаевской области устреляет деятельность 17 государственных судебных и 86 частных судебных исполнителей. За 6 месяцев 2024 года производстве государственных судебных на принудительном исполнении находилось 868 исполненных документов на сумму 104,1 млрд тенге. По итогам первого полугодия более 60% исполнительных документов выполнены в полном объеме. Из них на принудительном исполнении находилось 868 подобных дел на сумму более 100 миллиардов тенге. Основными причинами нарушений выплат являются асоциальный образ жизни и отсутствие постоянного места работы. Проводится в области у нас ежемесячно месячник по взысканию алиментов, в рамках которого судебные исполнители обходят адреса злостных неплательщиков алиментов, проводят с ними разъяснительную работу. За отчетный период в соответствии со статьей 126 закона об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей к административной ответственности привлекли свыше 300 должников. В рамках уголовной ответственности наказание понесли 34 нарушителя. На территории Кустанайской области действует 11 лесных хозяйств, 39 лесничеств и 2 национальных парка. Особое внимание в эти дни пожарные уделяют защите зеленой и жемчужины региона. Специализированная техника, говорят пожарные, на готове, поскольку риск возникновения пожаров в лесах в это время, как всегда, высок. По тем лесным массивам, которые проходят в районе расположения железных дорог, у нас имеется возможность оперативного привлечения 4 пожарных поездов на территорию области. Также в регионе функционируют 44 пожарных поста местных исполнительных органов, которые обеспечивают противопожарной защитой 127 населенных пунктов. С общей численностью населения 76 тысяч человек. Круглосуточное дежурство, усиленный контроль и профилактические беседы с жителями области огнеборцы проводят постоянно. К правилам и запретам пожарные относятся максимально ответственно. В городах и районах с начала пожароопасного периода создано 105 мобильных групп. Они осуществляют свою деятельность ежедневно, проводят рейдовые мероприятия по предупреждению и недопущению нарушения требований пожарной безопасности в лесных и степных массивах. На сегодняшний день данными группами проведено 1161 рейд. За нарушение требований пожарной безопасности привлечено 166 человек. Сумма штрафа составила более 2 миллионов тенге. Существляется дежурство 12 механизированных дозоров. Всего их организовано по области, согласно данному управлению природных ресурсов, 33 механизированных дозора. 12 из них, они осуществляются совместным дежурством вместе с нашими сотрудниками. Значит, основная задача данных механизированных дозоров – это оперативное реагирование на случай возникновения каких-либо природных возгораний, а также контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в лесах и лесостепной зоне. К слову, количество возгораний в лесных массивах и степях по сравнению с прошлым годом уменьшилось более чем на 80%, отмечают специалисты. В этом году с начала пожароопасного периода на территории области произошло 5 лесных пожаров и 28 случаев возгорания травы, которые удалось своевременно локализовать. Отдыхая на природе, важно соблюдать элементарные правила безопасности. Только так, отмечают пожарные, можно сохранить зеленый фонд и природу региона. Разводить костры в лесах запрещено, как выезжать в особо охраняемые зоны. В противном случае нарушители понесут ответственность, которая, как правило, влечет за собой не только штраф. Анель Пимичева, Алексей Руденко, Телеканал, Костанай. Отдых в разгаре. С пользой для здоровья и общего развития эти дни проводят подростки и Костанай. В детских загородных лагерях представлена насыщенная программа. В течение дня проводятся не только игры на свежем воздухе, но и языковые уроки и интеллектуальные соревнования. В атмосферу отдыха, летних каникул и беззаботных для школьников в ней окунулась Алмажана Макильдинова. В детском оздоровительном лагере «Чайка» каждый день расписан по минутам. Для ребят готовят насыщенную программу, которая состоит из различных игр, танцев, песен и конкурсов. День начинается активно. Традиционно после завтрака дети отправляются на так называемый «Бодрячок». Сейчас мы наблюдаем за «Бодрячком». Пожалуй, это самая интересная часть всей дневной программы в лагере. Именно здесь ребята танцуют, поют и заряжаются позитивной энергией на весь день. Обеспечить детям качественный досуг – главная задача, говорят педагоги и воспитатели. Чтобы они проводили время не только весело, но и с пользой, развивая свои навыки в той или иной сфере деятельности. У нас в лагере разработана программа, которая делает акцент на развитие всех сфер деятельности ребенка. И спортивная, и умственная, и интеллектуальная, и музыкальная. В день у нас проходит очень много различных мероприятий, которые у нас подразделяются по различным блокам. У нас есть и патриотическое воспитание, у нас есть и спортивные мероприятия. То есть у нас мероприятия по всем направлениям. Эмилия Адаева в детском оздоровительном центре отдыхает уже не первый год. Говорит, что этого сезона ждалась с нетерпением. Для нее лагерь – это новые интересные знакомства и яркие эмоции. В этот раз 11-летняя школьница приехала вместе с младшей сестрой. Я здесь уже второй раз. Мне очень здесь нравится. Здесь это самый крутой лагерь на планете, мне кажется. Я здесь очень много друзей всегда нахожу. Я всегда общительная. Сегодня я буду танцевать. Я очень волнуюсь. Мне очень сильно грустно, что это последний день. Мне очень здесь понравилось. У меня приехала сюда сестрой. Ей 6 лет. Она в пятом отряде, а я в первом отряде. А это уже детский оздоровительный центр «Орленок». Здесь в одну смену готовы принять свыше 200 детей. Программа мероприятий здесь также насыщенная. У детей практически нет свободного времени. Развлечений в лагере много. К примеру, сейчас дети празднуют холи, которые традиционно отмечаются в Индии. Это праздник красок и эмоций. Мы также присоединились к этому мероприятию. Кроме красочных мероприятий, дети занимаются в различных студиях. По словам воспитателей, каждый может выбрать занятия по душе. Если кому-то нравится танцевать, заниматься спортом, то другие заинтересованы в том, чтобы писать интересные материалы о лагере и оттачивать свои навыки в журналистике. Это у нас есть «Орленок Ньюз», где дети ходят по разным студиям. Одна из студий – это «Орленок Ньюз». Дети сами занимаются, снимают материал, ведут новости, так же, как и вы, получается, собирают материал. И это, с одной стороны, детям самим интересно, а с другой стороны, мы это все выкладываем в Инстаграм, и родители могут посмотреть, чем заняты их дети, посмотреть своих детей. То есть это своего рода обратная связь с родителем. То есть они не переживают, потому что то, что лагерь, то, что лес, связи нет. Родители зашли, посмотрели, увидели, все спокойно. И дети счастливые, и родители спокойные. В этом году в Кустанайской области летним отдыхом планируется охватить более 103 тысяч детей. На это из бюджета выделено свыше 400 миллионов тенге. Всего в регионе действует 11 лагерей. Из них 9 государственных и 2 частных, в которых планируют оздоровить более 9 тысяч детей. На сегодняшний день 9 лагерей уже работают. Сейчас в них отдыхают почти 2,5 тысячи детей. Стоимость пытовок варьируется от 18 до 65 тысяч, в среднем 45 тысяч тенге. Детский лагерь Балдоурена Уликольского района начнет свою работу буквально на днях с охватом по 150 дней за смену. Он был построен за счет фонда «Казахстан-Халкена». Стоимость проекта составляла 286 миллионов тенге взамен лагеря, пострадавшего во время пожаров в Уликольском районе. На сегодняшний день в этом лагере завершаются работы по благоустройству территории. На эти цели выделено 122 миллиона тенге. На отдых детей социально уязвимых категорий из фонда «Всеобуча» выделено порядка 175 миллионов тенге. Воспитанники интернатных организаций области отдыхают на собственных базах отдыха с 15 июня. Ломожана Макельдинова, Родион Бабич, телеканал «Кустанай». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин